Один из самых старинных документов, который хранится в нашем ЗАГСе – книга о заключении брака, датированная 1939 годом. В ней еще чернилами, каллиграфическим почерком вписаны имена тех, кто решил связать себя с семейными узами 80 лет назад. Увидеть этот документ своими глазами может не каждый. Показывают экспонат один раз в год на дне открытых дверей старшеклассникам школ города. Сто лет, как правило, хранятся в органах ЗАГСа все записи аквабражданского состояния, а потом уже по истечению вот этого срока они передаются в государственный архив. Но на сегодняшний день все записи, именно вот, например, по нашему отделу ЗАГС, они переведены в электронный вид. На дне открытых дверей ребятам рассказали об истории Саровского ЗАГСа, поведали о задачах и функциях учреждения. А после провели обзорную экскурсию. Ребятам показали комнату жениха и невесты, где молодоженов знакомят с правилами церемоний. В зале бракосочетания старшеклассники узнали, как проводятся торжественные чествования супругов-юбиляров, много лет проживших в законном браке. Больше всего юношам и девушкам запомнился архив. Именно здесь хранятся документальные свидетельства их рождения. Я узнал даже сегодня о том, как я родился, ну, точнее, мне показали вот мои документы при рождении. Меня все впечатлило. Было интересно послушать, какие документы вообще составляются именно в ЗАГСе, какие нужны для регистрации свидетельства о рождении, свидетельства о смерти. Узнала то, что у нас есть такие архивы, которые хранятся сто лет. И было интересно посмотреть даже на свое свидетельство о рождении, которое хранится до сих пор тут. Многие ребята до начала экскурсии имели неправильное представление о ЗАГСе и даже не знали его аббревиатуру. Теперь же они уверенно могут сказать, что сотрудники ЗАГСа не просто устраивают праздничные церемонии, а еще работают с документами и оказывают саровчанам правовую помощь. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.